Добрый вечер, в эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Павел Танин и в этом выпуске. 15 минут без электричества и час без тепла. Жителям Алдана сегодня пришлось померзнуть. 3 миллиона актов гражданства о состоянии за век работы. Органы ЗАГСа отмечают свой столетний юбилей. Бессменный чемпион прошлых лет занял третье место. В Москве прошел Кубок мира по масс-рестлингу. Почти на час жители Алдана сегодня остались без отопления. К остановке теплоцентрали привело отключение электричества. О днем ранее без тепла остались жители одного из микрорайонов Томота. Подробнее о причинах и о ситуации сейчас расскажут наши корреспонденты. 15-минутное отключение электроэнергии в городе Алдане сегодня привело к чрезвычайной ситуации по теплу. Краткосрочной паузы хватило, чтобы большие теплоцентрали встали почти на час. Чтобы разогнать механизмы котельных до рабочего режима, потребовалось полдня. К трем часам дня ситуация нормализовалась. Водоканал у нас стоял более 45 минут. Пришлось заводить резервный источник питания. Ну, отработали слаженно. На сегодня и холодное водоснабжение, и теплоснабжение, как я сказал, по городу Алдану восстановлено. Холодно было и накануне в микрорайоне Сенегория города Томот. Здесь причина банальна. Качество угля и человеческий фактор. По Сенегорию действительно был провал по температуре. Значит, первое, это неправильное действие, конечно, персонала. Мы туда завезли уголь не очень хорошего качества, и бункера полностью были загружены без перемешивания. Поэтому, пока не выработали бункера полностью этого старого угля, не смогли поднять температуру теплоносителя. Ну, и второй человеческий фактор. К сожалению, в субботу у нас вышли два кочегара, оба в нетрезвом состоянии. На сегодняшний момент люди уволены. Как заявляют поставщики тепла, сейчас ситуация стабильна. Уголь в район поступает, а его объема хватит до конца января будущего года. К тому же, на новогодние каникулы ожидается потепление, что радует коммунальщиков. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Сахар, Алдан. Ежегодно жители Олегминска сталкиваются с проблемой дорожного сообщения с Якутском. Это касается как пассажирских такси, так и грузов в доставке грузов. Подрядчик на зимнике есть, но к работам они могут приступить только тогда, когда лед сможет выдержать тяжелую технику для обустройства дороги. А до этого добираться до столицы региона приходится по берегу. Подробности далее. Такие остановки в пути далеко не редкость. Большие грузы с прицепами не вытягивают крутых подъемов в косогор и складываются. В итоге несколько часов общей работы на холоде и ветру. Официально зимняя дорога открывается в январе. Здесь очень плохо наращивается толщина льда и не позволяет нам выгонять технику на лед. На данный момент толщина льда достигла минимальной толщины всего 45 сантиметров. Нету такой машины, чтобы дорожная машина не сможет выйти на лед, она провалится под воду. До этого транспорт движется по так называемой осенней, которую пробивают по береговой линии и островам. Большей частью довольно крутым косогором. Движение по таким местам медленное. Один неверный поворот руля грозит тем, что огромная фура попросту ляжет. Либо сползет за набитую колею. Выйти откуда непросто. Часто на лёгком с этой дороги? Часто. Каждый год. Какой особенный участок такой самый? Ну, в основном трудные. Ну, везде трудные участки. Особенно сейчас, вот, по началу дневника. Общее расстояние до Якутска чуть более 600 километров. Даже для УАЗа это порой сутки пути. Недаром водитель редко скажет точное время в дороге. Набитый след порой и переметает. Особенно это характерно для Алёгпинской части, где река имеет более сложный фарватер. Где-то, где-то, две-три сумки. В зависимости от дороги. С открытием зимника появляется ещё один вариант. Вдоль трассовый проезд. Но, опять же, далеко не все могут это позволить. За проезд оплачивается кругленькая сумма. Каждый пассажир, проходящий этот путь, отлично знает, что предстоит. Но цена проезда на самолёте доступна не всем. Такси значительно дешевле. Что же касается грузов, без таких фур не видать городу ни свежих фруктов, ни свежей мясной продукции. А перевозка самолётам даст золотую цену на прилавки. Да и груз ограничен. А спрос, особенно перед праздниками, велик. Елена Фаст, НВК Саха, Алёгминск. Центр избирком России дал обратный отсчёт до выборов президента. Утвердил календарный план избирательной кампании. С 27 декабря по 31 января кандидаты смогут подавать в ЦИК документы и подписи избирателей, необходимые для регистрации. А по словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, основная часть средств, выделенных для проведения выборов, направят в регионы страны. Сегодня органы ЗАГС отмечают юбилей, столетие со дня образования. В Якутии за вековую историю зарегистрировали почти 3 миллиона актов гражданского состояния. Всё это не только фиксировали, но и сохраняли в архиве. В будущем все эти записи будут доступны в электронном варианте. О предстоящих изменениях и сохранившихся документах с работниками ЗАГС поговорила Марьяна Кутукова. У вас данные хранятся с 20-х годов. А можно найти запись регистрации брака моих бабушки и дедушки? Да, конечно можно. Сегодня в архиве управления ЗАГС Якутии хранят почти 3 миллиона документов. Это все виды записи актов гражданского состояния. Рождение, заключение, расторжение брака, смерть, установление отцовства, усыновление и перемена имени. Вот они. Продетские Василия Петрович и Ефремова Анна Филиппова. Это второй экземпляр. А для чего люди обращаются в архив за такими данными? В случае отсутствия первого экземпляра по месту хранения обращаются уже к нам. Тут уже согласно нашему законодательству мы выдаем. Здесь в архиве можно найти очень много исторических данных и записей. К примеру, сегодня мы нашли запись столетней давности о перемене фамилии Платона Алексеевича Аюнского. Оказывается, раньше фамилия у него была Слепцов. Однако 29 ноября 1920 года он изменил свою фамилию на Аюнский. И запись его фамилии здесь на русский лад. После буквы И краткая идет буква Ю, а не буква У, как мы сейчас привыкли писать. Работа в архиве кажется спокойной и неторопливой. Но это не так. Рабочий процесс никогда не заканчивается. Ведь каждый день кто-то женится, рождается, меняет фамилию и так далее. Все эти изменения обязательно нужно фиксировать. К тому же сегодня работники ЗАГС вручную вводят все записи в электронный архив. Так как со следующего года по всей стране начнется создание единого государственного реестра ЗАГС. Программа в первую очередь внедряется для удобства граждан. К 2020 году гражданин может прийти обратиться в любой орган ЗАГС и получить нужный ему документ. То есть таких запросов, которые мы сегодня отправляем из нашего субъекта в другой субъект. и ждем, когда мы получим, потом выдадим человеку, это будет уже исключаться. То есть мы настолько уже будем приближены к населению, к гражданам, которые будут получать наши услуги. Сегодня специалисты ЗАГС во всех селах и на слегах республики прошли специальное обучение и обеспечены программно-аппаратными комплексами. Единый реестр населения Якутии, как и во всех субъектах страны, должен быть заполнен в течение трех лет. Марьяна Кутукова, Владимир Таюрский, НВК САХА, Якутск. Парламент Якутии разработал проект федерального закона о добыче бивни мамонта. Он предлагает урегулировать отношения в этой сфере, говорится в докладе председателя комитета парламента по земельным отношениям Владимира Прокопьева. По его словам, в Якутии ведется промышленный сбор бивней, объемы выдачи рецензий выросли в два раза, при этом никаких налогов в бюджете ныне не поступает, не ведется государственный надзор, идет нарушение целостности поверхности недр без их рекультивации. Прокопьев добавил, что вопрос правового регулирования поднимается республикой с 2009 года. В Москве прошел Кубок мира по масс-рестлингу на призы руководителей Якутии. Два дня борцы более чем из 20 стран мира боролись за звание сильнейшего в своих весовых категориях. И все это время за схватками наблюдали наши корреспонденты. 155 спортсменов из 25 стран мира выходили на помост, чтобы продемонстрировать свое мастерство в якутском виде спорта. Право стать лучшим оспаривали сильнейшие атлеты мира. В финале в супертяжелом весе сошлись россиянин Сергей Фролкин и американец Мартин Шлицис. Как отмечают спортивные эксперты, в последнее время Лицис демонстрирует отличный рывок в техническом плане. За их схваткой наблюдал весь мир в онлайн-режиме. Стронгмен это тянуть камни, он также тянул самолеты. И несколько лет назад его тренер принес в спортзал палку и говорит, давайте заниматься масс-рестлингом. Все спросили, вы сумасшедшие, что такое масс-рестлинг? И потом Мартинс также поехал в Якутск на чемпионат мира по масс-рестлингу и выступал там. И был очень удивлен, что якутские спортсмены, они такие сильные, хватские и умелые. Третье место весовой категории занял легендарный богатырь Виктор Калибабчук из Смоленской области, который с 2010 года был непобедим в этом весе. Чемпионы определились по 12 весовым категориям – семи мужским и пяти женским. За 10 дней до соревнований я узнала, что я на третьем месяце беременности. Это такие важные для меня соревнования, что я не смогла отказаться. И помимо этого мне пришлось согнать 9 килограмм, то есть похудеть, бегать, ходить в баню, несмотря на эту беременность. И я рада, что приехала на эти соревнования, смогла подготовиться. Я заняла третье место, и здесь отличная подготовка. Много стран мира представлено, все на высшем уровне, все вовремя и красиво. Массо-врестник – очень популярный вид спорта, я хочу сказать, потому что мы провели в Батуми чемпионат Европы. И очень много зрителей, очень динамично развивается. Знаете, что не надо долго смотреть. И когда в динамике все, и болельщикам очень интересно смотреть этот вид спорта. Я поздравляю еще раз якутский народ с вашим праздником и успехов вам в спорте и простане. Кубок мира состоит из двух этапов, которые прошли весной и осенью в Алма-Ате и в городе Джор-Венгрии. Финальная часть по традиции проводится в Москве. Развитие масс-рестлинга набирает обороты. Сегодня в более 40 странах созданы Федерации якутского вида спорта. А спорт в Якутии очень хороший. И та динамика, которая сегодня есть в Якутии, такой динамики, кстати говоря, нет в других наших субъектах Российской Федерации, в других республиках. Поэтому вы молодцы. Финал Кубка мира по масс-рестлингу стал одним из самых ярких событий большого праздника в Дне Республики в Москве. Ведь масс-рестлинг сплачивает народы и объединяет спортсменов всего мира. Ну а в следующем году организаторы планируют провести в Якутске летом уже чемпионат мира. Нюргена Егорова, Татьяна Черемкина, Олег Южилкин, НВК Саха, Москва. Вот такими событиями нам запомнится уходящий день. О том, что будет дальше, как всегда, расскажет Якутия. А также все актуальные новости вы можете найти на информационном портале nvk.defisonline.ru. Я на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале.